привет youtube на одном из прошлых видео ссылка на которые сейчас появится верху экрана мы с вами обсуждали установку настройку такого инструмента как чарльз который является сничером на мобильные устройства и на наш десктоп как мы можем отслеживать наши запросы и ответы и анализировать их узнаем сегодня вместе с вами а также о дополнительной функциональности которая предоставляет этот инструмент поэтому давайте не будем долго задерживаться и начнем наше занятие интерфейс данного инструмента я думаю вам уже знаком ничего здесь сложного нету то есть это прокси сервер который перехватывает наши запросы и ответы и с помощью него мы можем их анализировать видоизменять останавливать и изучать давайте попробуем запустить несколько различных запросов чтобы наполнить наш чарльз и как мы видим у нас много запросиков появилось которые мы отправили на яндекс и на google что мы можем делать с этими запросами мы должны их как-то анализировать принципе анализ очень сходен с тем который мы проводим в инструменте devtools который встроен в наш браузер в chrome mozilla либо в другой какой-либо браузер то есть мы можем открыть наш любой запрос и изучить его то есть здесь есть overview общая информация нашем запросе некоторые summary о том что мы отправляли какие мы получали статус кода по результатам этих запросов и получения ответов и также здесь есть такая табина как sequence то есть здесь мы можем уже более детально проанализировать то что мы получили очень опять же интерфейс похож на тот который мы видим в chrome devtools то есть мы видим наш статус код который мы получаем метод запроса либо ответа хост которым мы обращаемся путь старт нашего запроса время которое понадобилось на то чтобы его обработать размер получаемой информации и вот это вот все мы можем анализировать плюс мы можем добавлять какие-то дополнительные столбцы здесь также с целью того чтобы изучить все ли у нас прошло хорошо также мы можем добавлять какие-то кастомные столбцы если нам необходимо изучать и их так как у нас бесплатная версия то как мы с вами помним у нас периодически могут возникать такие всплывающие окна поэтому не пугайтесь их и как в structure мы также можем если в стракте выбираем фокус сфокусироваться на каком-то одном нашем запросе и если мы здесь нажмем на галочку focus то также мы будем видеть только информацию о том запросе на который мы сфокусированы чтобы нам не распределять наше внимание на другие запросы то есть мы можем здесь изучить если мы к примеру отправляем наш запрос на клиенте уходит ли он на целевой url который прописан к примеру в требованиях и документации также мы можем посмотреть и сравнить время на обработку нашего запроса если нас прописан какой-то метод он скорее всего прописан документации то мы можем тоже его изучить и посмотреть действительно ли наш запрос использует этот метод посмотреть нет ли у нас каких-либо дубликатов наших запросов потому что это не есть хорошо и мы также должны сообщать об этом разработчиком так как к дублирующие запросы увеличивают время на ответ от сервера и пользователю необходимо будет ждать еще дополнительно какое-то время мы должны оптимизировать нашу работу на клиенте и на сервере если у нас есть какое-то ограничение по количеству времени на обработку данного запроса и вдруг у нас это время становится больше запланировано то это тоже может являться багом и мы должны сообщить разработчику об этом то есть всю эту информацию мы можем изучать здесь на вкладке sequence по аналогии с тем как мы изучали бы ее в chrome dev tools просто когда вы работаете в чарзи не нужно распыляться на несколько инструментов и вы можете собирать всю необходимую информацию только в нем это то что касается анализа результатов и что мы должны с ними делать то есть любых непонятных ситуациях мы должны обращаться к разработчику если мы уверены что это баг то мы его заводим для того чтобы его срочно пофиксили и давайте теперь более подробненько рассмотрим что мы можем также делать с помощью встроенных функциональностей внутри этого инструмента и как они могут помогать нашей работе для тестирования скажем так бэкэнда и серверной части во первых мы можем переадресовывать наши запросы с одного хоста на другой покажу вам на примере как это мы можем провернуть если мы хотим зайти на сайт google к примеру но в случае когда мы отправляем запрос происходит перенаправление на яндекс как мы можем это сделать есть такая табина как tools в инструменте чарльз в принципе здесь и находятся основные инструменты которые необходимо использовать в нашей работе тестировщика которые нам могут пригодиться мы выбираем map remote включаем так здесь я уже тренировался до этого поэтому удалим нашу строчку и добавим новую то здесь мы с вами вводим тот хост которому мы обращаемся нашем случае это будет google просто копируем и орелку из адресной строки и вставляем ее в хост также после этого мы нажимаем на клавишу tab чтобы у нас произошел автоматический парсинг то есть у нас все данные которые у нас содержатся в орелке они распределятся так как это необходимо для того чтобы наш запрос обработался то есть протокол появится наш хост и путь и если мы хотим примеру чтобы наша переадресация шла на яндекс мы копируем орел от яндекса опять же вставляем в хост нажимаем на клавишу tab и все автоматически здесь происходит если у нас пример в документации прописано какой у нас протокол используется хост порт и другие параметры мы можем это вводить также вручную после этого мы нажимаем на ok еще раз на ok и теперь давайте попробуем перейти по нашему орел и посмотреть что произойдет то есть мы переходим по этому орел и у нас автоматически происходит перенаправление на яндекс то есть таким образом мы можем осуществлять подмену наших хостов если нам это необходимо для наших тестовых целей следующая полезная вещь которую используют чаще всего в этом инструменте это рерайт давайте для начала отключим наш мап ремонт чтобы он нам не мешал это делается в принципе аналогично заходим в тулс выбираем мап ремонт и убираем чекбокс для того чтобы у нас произошел десейбл этой функции как мы можем проводить рерайт то есть просто опять же заходим в тулс выбираем рерайт включаем его и нам необходимо сейчас добавить то что нам в дальнейшем нужно будет подменить то есть это могут быть запросы это могут быть и орелки ответы какие-то отдельные параметры отдельные хедеры то в зависимости от того что нам нужно для тестирования мы это можем подменять используя данную функциональность но перед тем как нам это делать конечно же мы обращаемся к нашей документации либо к разработчикам если у нас плохо описаны документации чтобы они нам рассказали какие статус коды должны приходить в случае если у нас не находится страница какие сообщения должны появляться в таком случае если у нас к примеру появляется сервисная ошибка 500 и 503 что происходит в этом случае если нас клиентские ошибки примеру 404 ошибка появляется то есть тоже это может быть как-то кастомизировано именно на вашем ресурсе и тогда разработчик должен рассказать что в таком случае происходит чтобы у вас было понимание что вы будете в тестировать дальнейшем и давайте с вами еще раз приведем по сути ту же самую подмену которую мы делали в первом случае используя функцию map remote то есть теперь мы только это сделаем уже в рерайте то есть мы добавляем наше некоторое правило наш сет назовем его к примеру тест 1 дальше мы выбираем location опять же которым мы хотим применить это правило давайте используем опять же нашего google ком копируем url к вставляем нажимаем на тап опять происходит автоматический парсинг нажимаем ok и теперь здесь мы можем выбрать тип нашей подмены к чему она будет применяться давайте заменим нашу урл q как мы с вами видим мы здесь можем работать с хедерами с хастом спас с параметрами с респонсом то есть изменять коды ответа статус коды также можно работать с баде непосредственно здесь все здесь мы это можем подменять нас интересует урл к дальше такое поле как матч то здесь мы должны указать что мы будем действительно подменять подменять мы будем google ком если мы с вами здесь не будем ничего указывать в поле велью в матч то у нас осуществится подмена для всего для урл ки это не так критично но если мы говорим про хэдеры и про параметры то нужно указывать и дальше мы прописываем то вели на которой у нас будет осуществляться подмена то есть как мы с вами договорились это будет яндекс 5 копируем нашу урл q вставляем ее и здесь мы можем выбрать подмен у нас будет осуществляться только при первом совпадении примеру если мы говорим про замену каких-то хедеров либо параметров то только в первый раз когда мы наткнемся на такое же время мы осуществим эту подмену ко всем остальным значениям она не применится но для нас это не критично в данном случае поэтому мы выбираем replace all нажимаем ok теперь у нас включена функция rewrite как это можно проверить то есть здесь у нас стоит в tools rewrite наша галочка и давайте попробуем обратиться к нашему гуглу как мы с вами видим у нас опять происходит подмена и мы переходим к тому адресу к той орелке которую мы указали в нашем рерайте следующее действие которое мы также можем осуществить с помощью функции rewrite это заменять наши коды ответа наши статус кода и смотреть что будет происходить в таком случае с на сервере либо на клиенте в зависимости от того что у нас прописано в документации если мы найдем какие-то несовпадения то опять же это будет баг о котором мы должны обязательно сообщить нашим разработчикам как это можно сделать опять же открываем нашу функцию rewrite в tools давайте снимем чекбокс с тест 1 он нам сейчас не понадобится и добавим set новое правило назовем его тест 2 и давайте уже поработаем с вами с известной нам системы как users bug red если вы не помните мы уже к ней не раз обращались когда изучали тестирование api если вы подзабыли что это за система такая и для чего мы ее использовали то сейчас вверху появится видео в котором вы сможете изучить как на практике можно потренироваться тестировать api здесь все работает аналогично то есть мы сначала должны задать наш локейшн где это будет происходить если мы его не зададим то все эти правила применяться к всем хостам которые будут обращаться к нашему прокси к нашему чарльз то есть опять же вводим в хост нашу орелку нажимаем на tab происходит автоматически наш парсинг все хорошо и далее мы нажимаем add и должны выбрать тип того что мы хотим изменить мы хотим изменить response статусы и здесь уже в поле матч мы должны прописать те статус коды которые мы хотим заменить на целевые давайте возьмем наш стандартный статус код 200 который говорит о том что у нас все прошло успешно то есть клиент отправил запрос и сервер его успешно обработал и давайте мы хотим его заменить на какую-нибудь все критичную ошибку для нас это будет 500 ошибка к примеру неизвестная проблема нашего сервера больше мы здесь ничего не видоизменяем нам не нужно выбирать и place first в данном случае нажимаем ok снова нажимаем ok и пробуем вновить нашу страницу посмотреть что произойдет как мы с вами видим ничего на клиенте не отображается никаких ошибок но если мы с вами найдем непосредственно наш хвост users bug red давайте почистим все наши запросы чтобы они нам не мешали обновим снова страничку и откроем наш users bug red как мы с вами видим у нас здесь появилась 500 ошибка то есть это ошибка нашего сервера но как мы с вами видим на клиенте мы это никак не можем понять то есть это скорее всего баг либо же так как я использую все таки систему которая для меня не сильно известна и я не знаю что должно происходить в таком случае то возможно это и нормально для этой системы так как 500 ошибка в ней могла быть прописана как-то по-другому и поведение которое должно у нас происходить также прописано в документации но чаще всего мы должны видеть то же самое на клиенте то есть появляется сообщение 500 ошибки и страница не подгружается таким образом мы можем заменять наши статус коды и таких статус кодов как к примеру 403 ошибка когда у нас запрещен доступ мы также можем использовать другой инструмент но для этого мы для начала опять же отключаем наш рерайтинг и здесь мы уже заходим опять же в tools выбираем блок лист подключаем его и в таком случае у нас есть две опции мы можем оборвать наш connection полностью либо же вернуть 403 ошибку давайте вернем 403 ошибку здесь все работает по аналогии мы должны добавить непосредственно тот хвост который должен у нас возвращать ошибку так мы это дело сохраняем нажимаем ok опять же почистим для чистоты эксперимента все наши запросики и обновим страницу как мы с вами видим нас появляется чарльз-репорт где у нас содержится информация о 403 ошибки это access forbidden и когда мы с вами к примеру зайдем сюда в наш запросик ответик то увидим эту ошибку здесь то есть таким образом мы можем симулировать ошибки примеру 403 именно для того специфического хоста который мы укажем в блок листе если мы к примеру это дело выключим снова обновим нашу страницу то все пройдет хорошо аналогичным способом действует low лист то есть если мы с вами здесь включим эту функцию опять же выберем вернуть 403 ошибку то когда мы укажем какой-то location здесь то к нему это правило не будет применяться а вот уже ко всем остальным которые не включены в этот список мы будем всегда получать 403 ошибку то есть опять же примеру мы добавим наш юзер сбок ред нажмем на ok ok и попробуем обратиться к примеру google и как мы с вами видим мы получаем ошибку и примеру если мы с вами вернемся к нашему юзер сбок ред и обновим эту страницу то мы таких ошибок не получаем мы можем проверить на других ресурсах как мы с вами видим они не входят в одобренный список поэтому к ним применяется это правило с 403 ошибкой давайте отключим наш low лист и продолжим изучение функциональности нашего чарльза и пожалуй последняя функция которой вам хотел сегодня рассказать это подмена ответа сервера в целом когда это может нам пригодиться к примеру вы работаете на каком-то сайте и загружаете определенную картинку либо же ваш заказчик что-то загрузил на этот сайт и также у него появилась ошибка для того чтобы воспроизвести данный баг необходимо запросить у этого заказчика данный примеру медиаматериал и попробовать сделать все то же самое что делал он по тем шагам воспроизведения то есть к примеру мы берем эту картинку добавляем ее в наш бадди и смотрим что у нас происходит тогда в этом случае нам могут пригодиться вот эти вот подмены ответы сервера в целом и это не только о картинках речь идет также об ади где у нас прописан джейсон xml к и все что угодно согласно тем требованиям той документации и той логики которые у нас используются в нашем сервере и клиенте и в нашем и пиа как это можно осуществить для этого у нас есть такая функция в чарльз это map local я здесь тоже уже тренировался поэтому давайте удалим опять же все работает аналогично мы включаем эту функцию и добавляем наш url опять же пусть это будет полюбившийся нам google и здесь мы добавляем тот файл который у нас должен заменить наше тело ответа в целом давайте добавим какую-нибудь картинку чтобы наглядно увидеть как это может произойти к примеру вот эту нажимаем ok ok это правило нас теперь работает и мы можем обновить наш google и как мы с вами видим мы получаем эту картинку в ответе и уже по результатам этого мы можем анализировать наш ответ от сервера какие там есть ошибки что пошло не так и работать с этой информацией второй метод как мы это можем осуществить опять же используя полюбившуюся нами функцию как рерайт но для этого мы снова отключаем наш map local заходим в рерайт включаем его добавляем какое-то новое правило к примеру мы опять хотим поиздеваться над google вводим наш location и добавляем новое какое-то правило непосредственно для нашего body для нашего тела и здесь мы прописываем что мы хотим заменить и на что мы хотим это заменить ничего сложного здесь нет то есть мы вводим эти данные нажимаем на ok включаем и тогда у нас снова происходит то же поведение которое есть в map local что еще интересного можно посмотреть в если мы хотим работать только с этим инструментом не обращаясь к devtools также здесь можно включать тротлинг наш любимый когда мы занижаем какой-то скорость интернета опять же можно это делать для определенного хоста либо же для всех хостов которые обращаются к этому прокси если мы знаем что мы хотим симулировать работу интернета с низкой скоростью то также мы можем это здесь делать то есть мы выбираем выбираем ту скорость который нас интересует включаем и наш тротлинг работает это также можно делать с помощью кнопок которые у нас находятся вот в этой панели что еще хотел я вам показать это работа с брэкпоинтами то есть когда мы к примеру хотим перехватить наш запрос либо ответ в зависимости от того где мы поставим этот брэй брэкпоинт который будет его прерывать и когда мы его прерываем мы сможем видоизменить этот запрос либо ответ используя наш прокси сервер чарльз как это можно сделать мы заходим в табину прокси менюшку выбираем брэкпоинт сеттинг добавляем какой-нибудь а брэйкпоинт давайте добавим его для юзер сбок рэд для того чтобы нам упростить работу сразу зайдем на него необходимо выбрать метод get или пост и что мы будем перехватывать где мы ставим вот эту вот точку которая будет разрывать наше соединение это может быть как ответ так и запрос давайте это сделаем и для ответа и для запроса get так попробуем обновить нашу страницу и у нас происходит вот этот вот разрыв брэкпоинт мы получаем наш запрос и мы можем его редактировать давайте попробуем видоизменить что-нибудь в нем примеру добавить какой-нибудь новый хэддер снимем вот тест тест и после того когда мы что-то видоизменили нажимаем экзекьют и теперь у нас уже перехватился непосредственно наш запрос и давайте мы в нем тоже что-то изменим примеру вернем ошибку 500 и назовем ее тест так у нас прошли эти запросы мы можем открыть наш юзер сбок рэд сейчас пропадет вот это вот наше сообщение и здесь как мы с вами видим у нас видоизменился наш респонс код то есть таким образом мы также можем их видоизменять и смотреть что у нас происходит с нашей системой для этого в принципе и служит а брэкпоинты вот таким образом мы с вами можем работать с инструментом чарльз использовать его в тестировании непосредственно уже какой-то серверной части смотреть что у нас происходит действительно ли то что происходит на клиенте повторяет то что происходит на сервере либо же наоборот и в случае вот этих вот несоответствий мы можем заводить баги общаться с нашей командой с разработчиками и решать что мы будем делать дальше надеюсь что вы для себя открыли какие-то новые функции которые встроены в этот инструмент и будете применять их на практике а я в свою очередь хочу напомнить вам о том что вы можете подписаться на этот канал поддержать его своим лайком либо дизлайком если вам что-то не понравилось в данном видео либо в других видео задать какой-нибудь вопрос если что-то осталось не совсем понятно после просмотра также вы можете поддержать этот канал став его спонсором либо же став спонсором на специальном сервисе бусти где у вас появится возможность смотреть видео немного раньше чем у других подписчиков а также периодически вы будете получать полезную информацию и ссылки на ресурсы а на этом у меня все милости прошу к нашему шалашу пока